Бывший президент Украины Петро Порошенко снова вставляет палки в колеса действующей власти, говоря о некачественной медицине, плохом финансировании и неправильном карантинных мерах. При этом пятый президент забывает упомянуть о том, что именно во время его правления появилась правильная медицинская реформа, которая убила украинскую медицину. Так, по словам лидера партии Европейская Солидарность, большинство украинских медиков считают, что в стране недостаточно тестов на коронавирус, их нужно увеличивать минимум в 10 раз. Ко всему прочему правительство провалило подготовку к эпидемии на уровне медицинских учреждений. Об этом Петро Порошенко заявил в телепрограмме «Свобода слова». Обнародован опрос врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, «И 65% всех врачей Украины считают действия украинской власти по противодействиям пандемии негативными, оценивая их от 5-ти бальной системы на единицу или двойку», заявил Петро Порошенко. Как уверяет Порошенко, такая низкая оценка – результат того, что в начале 2020 года власти не препятствовали вывозу из страны миллионов защитных масок, которые продавались по цене в 80 копеек. «Мы создали временную следственную комиссию, передали документы в правоохранительные органы. Вы думаете, кого-то привлекли к ответственности? Нет, не нашли нарушений», – сообщил экс-гарант. По словам Петра Порошенко, сегодня, как и в 2014, всю работу по обеспечению медиков ведут волонтеры, а правительство якобы бездействует. В Украину завезено средство благотворительности – 170 тысяч защитных костюмов, дополнительно еще 130 тысяч завезли наша команда из Кореи и Китая. Все защитные костюмы были распределены совместно с Министерством здравоохранения по ключевым опорным больницам, потому что наша цель – защитить врачей. Почему в районах больниц нет тестов? Почему врачи вынуждены сегодня рисковать собственное здоровье или жизни из-за нерасторопности или хаоса действия власти? Попрошел в студии Петро Порошенко.